МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Недавно наша, некогда великая и могучая держава, лишилась еще одной страшной тайны. В Самаре рассекречен сверхсекретный, особо важный государственный объект. Бункер Сталина. Теперь любой гражданин Самара, а также ближнего и дальнего зарубежья, может свободно, без заполнения анкет, дачи показаний и отпечатков пальцев, проникнуть в здание бывшего обкома партии и спуститься на десятки метров под землю. Подумать только. Здесь мог находиться вождь всех времен и народов, но никаких неприятных ощущений при этом не испытываешь. Немного закладывает уши, так это, наверное, от перепада давления. Восстановление Государственного комитета обороны 15 октября 1941 года совершенно секретно особой важности. Сегодня же эвакуируют в город Куйбышев, в президиум Верховного совета, а также правительство во главе с заместителем председательством, наркомом молотом, в скобочках, Сталин эвакуируется завтра или позднее, смотря по обстановке. За короткое время, за 9 месяцев, начало строительства февраль 1942 года и закончилось 1 ноября этого же года. Построили вот этот мощный, глубинный объект. Работы велись вручную, ломом, лопатой, киркой, отбойным молотком. И все было абсолютно в глубочайшей тайне. На поверхности земли никто не видел, каким образом производились здесь все работы. И вот этот секрет от начала строительства и дальнейшей жизни его, то есть на протяжении 48 лет, сохранялся. И только лишь в октябре 1990 года было принято решение о его рассекречении. По своему прямому назначению он не был использован ни разу. Скромно все просто. Может вообще мания величия и возникает от излишней простоты и скромности. Никакой бутафории и театральности. Ну, за исключением, скажем, театра военных действий. Кстати, от бункера до Самарского драматического театра рукой подать. Мир тесен. Жизнь хитро переплетена. Немного грима, бутафории и человек преображается. Жизнь – театр. Люди – актер. Гуманно подметил молодой Шекспир, хотя и не жил при Сталине. А величайший гуманист и режиссер всех времен и народов развил и углубил идею драматурга. Лес рубят, щепки летят. Да, давно умер и генералиссинус, но образ его живет. По законам драматургии нашей российской действительности. Заглянешь мимоходом в бункер, и в голову закрадывается простая и скромная мысль. Скоро лето. Опять ждем Сталина. Кое-кто уже сейчас чувствует себя осужденным. Кто-то подозреваемым. Есть, конечно, и те, кто не чувствует ничего. На самом деле подозреваемые все. Человек – существо слабое. Винтик. У одного, правда, резьба левая, у другого – правая. Разница невелика. Закрутить по самую шляпку можно любого. Владимир Котмешев. Фотокорреспондент Самарской газеты. Неоднократно замечен в неположенных местах в темное время суток. Самар-то мы уже давно знаем. А то, что вот о существовании подземной Самары никто и не знал. Ну, знали, может, некоторые люди, специалисты, кто строил подземную корту. Постройки все эти подземелья как раз в 30-40-х годах, когда в Кузьмшеве хотели сделать запасную столицу во время войны, правительство сюда эвакуировалось. И вот для этого все это строилось. Говорят, когда заключенные строили, это в большой секретности все строилось. И что их там расстреляли и замуровали в стены. А почему догадки такие, что расстреляли? Там первое время, когда люди туда попадали, там все дно было усыпано стрельными гильзами от автоматов. Власти, как правило, не идут на контакт с нами. Не пускают. И приходится на своем энтузиазме пролазить. Приходится... Незаконно? Незаконно, незаконно, да. Приходится везде попадать незаконно. Меня тянет. Я уже как маньяк стал. Мимо колодца не могу пройти. Каждый колодец меня уже интересует, куда он ведет, что там внутри. Вот так вот и лазим по таким подземельям, по холодным. Иду, да. Хотелось бы найти что-нибудь в подземельях. Сколько лазим, лазим. Золотишко какое-нибудь. Что-то не попадается нам в золото. Золото – это уже само по себе подозрительно. Кто-то недавно уже искал золото. Золото партии. Кстати, о партии. Что-то в последнее время слишком много партий развелось. Даже появились профессиональные революционеры. Григорий Исаев. Бывший рабочий завода «Зим». Ныне профессиональный революционер. Революционной деятельностью занимается более 20 лет. Как и положено настоящему борцу за идею, Григорий Исаев встает в 6 утра, пьет круто заваренный отечественный чай и идет на работу. Революционную деятельность он совмещает с трудом по уборке мусора на вверенном ему участке. Участок этот находится неподалеку от места, которое в Самаре называется оврагом подпольщиков. Но большую и главную часть своей жизни Григорий проводит в стачкоме. Цель революционной работы построение нового справедливого общества. Григорий не верит ни коммунистам, ни демократам. Поэтому вместе со своими единомышленниками, пролетаристами, он не жалея сил обсуждает вопрос о своевременности пролетарской революции. Если бы не нашелся Емелька, Листенька, или Болотников, или Булавин, гнили бы, гнили бы со страшной силой. А они всегда находились. Не мы, так и другие найдутся. Поднимется все. А это вот не будет то всем, что за... После уборки урожая. Стас, не нам решать. Поднимутся пару заводиков, куда денешься. Ну, конечно. И будут тарифы освобождены. Понимаешь, не поднимутся только никак. Нет. Ну, погляди. Я уже спорю одна. По голосам. На твоем заводе сколько месяцев не получают заплаты? Я знаю, у нас донесли тоже все. И собрались все в больницу. Интересно, что сказал бы на это товарищ Юков? Есть мнение, что в Самаре на заводе Автокран наши, отечественные конструкторы, создали лучшую в мире машину для уборки мусора. Это хорошо. Чистка еще никому не вредила. Но почему-то лица, ответственные за стерильность страны, покупают нужную технику за границей и долопоклонствуют перед Западом. Мы прикидывали так, производительность нашей машины и фауны, которая работает в Москве, она выходит, что наша машина, минимум производительность ее выше в два раза. Поэтому хотелось бы, конечно, чтобы наша машина имела сбыт у нас в стране, чтобы брали нашу машину, чтобы наши люди рабочие были обеспечены местами, чтобы они могли зарабатывать себе на жизнь, а не то, чтобы мы создавали рабочие места для рабочих в Германии. У них и так, по-моему, живется существенно лучше, чем у нас. Идолопоклонствующим место за решеткой. Михаил Сегал. Профессиональный строитель. В настоящее время предприниматель. Владелец шести кузнец, в которых 18 кузнецов изготавливают решетки. И если пройти по старой части Самары, Самарский район, Ленинский район, там, несмотря на то, что активно уничтожали все это дело, осталось достаточно много образцов самарской ковки модерновой. И, собственно, желание вообще этим делом заняться, оно возникло на базе того, что уже был. Не на пустом месте. Город благодаря этому какое-то свое лицо уже приобрел. То есть, по крайней мере, это уже видно в городе наши работы. Они уже, ну, как-то создают какой-то фонд в Самаре. Мы же прошли несколько этапов каких-то простых вещей. Каким-то средним мы еще не дошли до совсем сложных. Вот мы смотрим старые какие-то самарские элементы кованые. Я глубоко убежден, мы уже можем такие вещи сделать. Ну, это недостаточно финансируется, недостаточно оплачивается пока. Чтобы сделать такую работу, надо время иметь. Надо иметь возможность оплатить друг человека, который эти вещи сделает. Ну, мы еще до этого пока не дошли. Не очень это ценится пока заказчикам. Могут заплатить там немеренные какие-то деньги за консервную банку на колесах, которая через два-через три года сержавеет. Это нормально. Или купить там какой-то катер, не знаю какой. А сделать себе вещь кованую, авторскую, которая переживет там 3-4 поколения. То есть, пока сознание еще в этом направлении не работает. Но это пройдет. Я бы не назвал это решетками. Как-то решетка эта. Это архитектурная деталь, по-моему. Архитектурное излишество. Играет музыка Есть мнение, что это правильная деталь города. Только зачем у такой нужной и важной детали так много ненужных украшений? Нам излишество ни к чему. ПЕСНЯ Здравствуйте, дети. Я не могу тратить свое драгоценное время на прогулки. В Антракте, сидя в Куйбышевском бункере, хочу ознакомиться с местными газетами. Их, по-моему, здесь многовато – 262. По количеству печатных изданий Самарская губерния оставила далеко позади все регионы по Волжи вместе взятые. Некоторые названия греют душу. А недавно начала выходить еще одна газета. Самарское обозрение. Ее корреспонденты стали пассажирами первого авиарейса «Самара-Франкфурт-на-Майне». Регулярное воздушное сообщение по этому маршруту открыл немецкий концерн «Люфтганзе». Хотя я не понимаю, зачем русскому человеку в Германию, тем более на самолете. Что, разве танков нет? Кстати, о Германии. Из того же Самарского обозрения я узнал, что, стремясь привлечь российского покупателя, немцы дошли до того, что выпустили водку 50 лет победы над Германией. Одобряю это. Расстроило меня сообщение о том, что в городе растет число кишечных инфекций. Травятся люди в основном тем молоком, которое продают коммерсанты-посредники. Отправить бы их на север, где и молока нет. Не знаю, как кишечники, а вот медную лихорадку, охватившую город, в мое время излечили бы легко и просто. Существовали методы, после которых поубавилось бы любителей воровать на железной дороге, содержащей медь узлы, и сдавать их в приемный пункт цветных металлов. Все-таки приятно, что со страниц газет по-прежнему нисходят мои портреты и мои мудрые мысли. Приезд Самару любимого вождя не мог остаться незамеченным. Что-то часто попадается мне фотография этого молодого человека. Придется познакомиться поближе. Точное время 12 часов 31 минуты 0 секунд. Пора. Да, жить стало лучше, жить стало веселее. Правда не всем. Владимир Захарченко. Таких определенных мыслов. То, чего я хочу, того я добиваюсь. До 30 лет я был в Советске. То есть я закончил школу, техникум, высшее военно-политическое училище, да, отслужил офицером. В 90-м году уволился. Все. Начался вроде бы как отчет времени другой, да. Все. В 91-м происходит слом. И пошли законы. То есть правила игры. Говорят, все, ребят, мы играем не на коммунистическом поле, мы играем на человеческом поле. Все. Раз играем на человеческом поле, вот вам закон. Надо было сначала нас путить в сферу потребительского рынка, нас пустили туда. Мы смогли ее заполнить, да. Смотри, мы накормили, напоили, надели, да, обули, привезли оргтехнику, столы, мебель. Все мы сделали, да. То есть мы удовлетворили самую такую взрывоопасную неудовлетворенность народа, социальную. Мы удовлетворили, да. Теперь мы должны были посмотреть, вот что мы сейчас и делали, в общем-то, если бы не война, что мы должны были посмотреть, что из сферы потребительского рынка необходимо производить в стране. И второй наш шаг должен был произойти, мы должны были пойти в производство. И нас тут не пустили. Просто наоборот. Потому что если бы мы пошли на производство, мы создали бы новые рабочие места. Создав новые рабочие места, мы получили бы средний класс. А средний класс это самый сильный класс, да? Я считаю, что мы просто до выбора в этом не успели сделать. Как только появились люди, которые начали торговать на улице в кивосках, в ларьках, да, сразу у тех, кто не мог это сделать, возникло искушение. Независимо от того, находился он или в форме, либо он был просто в гражданке. Милиционеры начали, вместо того, чтобы охранять эти кивоски, начали их дербанить. Санэпидемстанция начала дербанить, пожарники начали их дербанить. Вместо того, чтобы обеспечить как можно лучше им работать. Так? И еще появилась местная вот эта гвардия хулиганов уличных, которая тоже начала дербанить. У нас была немножко другая ситуация. То есть к нам пришли, я сказал, ребят, пожалуйста, 9 грамм. И мы создали первый прецедент. Мы сказали, что мы можем не платить. На нас тогда смотрел город с замиранием. Вот лично на меня смотрели, убьют Захара или не убьют. Не убили. Мы начали жить спокойно. Мы показали людям, что можно, оказывается, жить не на коленях, а просто встать и спокойно ходить по городу. Потом, когда бандиты поняли, что с нас нельзя получить, когда чиновники поняли, что с нас нельзя получить, была команда отдана фас милицией. В отношении меня четыре раза возбуждали уголовное дело, четыре раза прекращали за отсутствием состава преступления. Но если я не виновен, значит, виновна вторая сторона. А почему сотрудников милиции до сих пор не привлекли к уголовной ответственности? Ну, непонятно. Ну, нет, почему? Понятно очень просто. Когда ее на 101-го не привлекали, так и сейчас не привлекают. Ты знаешь, вот судя по тому, что есть по тем законам, в принципе, пора уже объединять, обносить территорию. У меня есть собственная земля, ее надо обносить собственным забором, ставить собственную границу и объявлять свободную республику Захария как субъект Российской Федерации. По всем законам, которые есть, это надо делать. А больше ничего не остается делать, потому что, по крайней мере, на моей республике будут законы, которые Россия издает, соблюдаться, потому что на территории Самарской области законы не соблюдаются. Каждому ясно. Есть человек, есть проблемы. Нет человека. Но, как известно, кадры решают все. Смотря в чьих руках власть. Да, жизнь театр. А в театре, как в жизни, власть переходит из рук в руки. В Самарском драматическом на место старого художественного руководителя пришел новый. Петр Львович проработал в этом театре 40 лет. Без прецедента заключается в том, что он добровольно передал мне, более молодому режиссеру, свое дело, которому руководил 40 лет. 40 лет шла, я бы так сказал, безоблачная жизнь. И 40 лет, можно сказать, было такое, ну, единодушие, радушие, такое единство о взглядах. И поэтому, когда сегодня вдруг внезапно подписывается приказ о назначении другого художественного руководителя, хотя я напоминаю, что я сам просил о том, чтобы меня сменили, но когда это сделано без какого бы то ни было совета со мной, с театром, а сделано явочным порядком, то это выглядит очень неожиданно и оскорбительно. Наверное, для Петра Львовича это драматическая ситуация, как для любого режиссера, который долго нес и честно нес свое дело. И внутренне с этим согласиться, отдать это очень тяжело. Это, в общем, поступок на уровне подвига, я считаю. Не все, что делается высокими чинами, это правильно. Ну, к этому надо относиться размыслительно. Вот так. Названия Самарских улиц проникнуты духом революционности. То ли для истории оставленное, то ли на всякий случай. Наверное, в нас живет генетический страх перед очередной ожидаемой сменой власти. Мы не боимся Гитлера, Наполеона, Чингисхана. Мы боимся Сталина, своего, доморощенного. Боимся самих себя, строим и восстанавливаем храмы, сносим памятники прежним кумирам, но бункеры оставляем. А вдруг пригодятся? Как только намечается очередной катаклизм, мы вновь бросаемся искать панацеи. Из всех данных за последнее десятилетие рецептов, наверное, можно сшить толстое многотомное дело. У меня рецепта нет. По-моему, он нужен больному. А может быть, мы вовсе и не больны, как уверяют некоторые. Ведь только у здорового организма, вопреки всем невзгодам, остается такое мудрое смирение и терпение. Или у больного безнадежно. А безнадежному рецепты не нужны. И не все ли тогда равно, кто придет к власти? Жириновский, Зюганов, Ельцин? Есть ли разница, где помирать? В сибирских лагерях или чеченских предгорьях? Какая же все-таки нужна нам власть? Олег Николаевич, сидя здесь, у меня в бункере, под гробом Куйбышевым, как вы можете оценить, какая власть там наверху сегодня? Я думаю, что власть вообще это сложная очень. И это власть, которая научилась быть властью, приобрела все атрибуты власти, и, видимо, которая очень нравится быть властью. Вот такая власть, в общем, самая, мне кажется, обыкновенная. Но при этом декларирующая и старающаяся делать реформы. Вам она не нравится? Видите, ну, во-первых, начальство никогда никому не нравилось. А можно считать, что это как бы и начальство тоже. Но я все-таки стараюсь объективно относиться к оценке. И думаю, что это та власть, которая сейчас в России просто может быть. Вот такая вот сейчас Россия, такие сейчас люди. Власть-то вся избранная у нас. Президент избранный, Дума избранная. Вот. Так что власть достойная России. А в Куйбышеве кто руководит коммунисты? В Куйбышеве, в городе, сейчас он, знаете, называется Самарой. Вот. Это очень принципиальное значение. Неправильно. Вот. И здесь у нас, в Самаре, власть, которая старается в первую очередь думать не о том, какая она, красная, белая, зеленая. А власть, которая старается сначала убрать улицу, закопать яму, сделать тепло зимой. А потом уже так вот, сидя на диване в бункере, просто ждать, а какая у нас наверху власть. У нас вообще удивительные, так сказать, обстоятельства есть в городе. У нас в городе есть улица коммунистическая, которая идет и упирается в рынок губернский. А улица демократическая, она уходит в лес. Ну, такого вот нет ощущения, как здесь вот, да, есть такие вот, там, две реальные двери, а четыре нереальные, да, вот в этом бункере, ну, как они называются, фальшивые. Сейчас такое ощущение есть, что неизвестно куда вообще, так сказать, может потянуть. Есть ощущение, что пытаются другие какие-то двери показать, другие какие-то двери открывать там, на том верху. Там этот процесс идет. Я думаю, что он во многом мешает нам. Хотя уже давно все ясно. Что? Что дверь вообще одна. Дверь, которая ведет к процветанию, но на самом деле через очень и очень серьезные испытания. Все те, кто пытается указать на дверь, как в золотом ключике, да, там она так сотропирована, значит, была под огонь, да, такой благостный. И говорит о том, что вот надо идти туда, и там будет страна счастья. Это все, и коммунисты, и демократы, и яблоко, и прочее, 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 они просто обманывают. Таких дверей нет. А вообще-то власти приходят и уходят, а вечное остается вечным. Есть мнение, что самарские девушки самые красивые в России. КОНЕЦ Да, так вот стоял бы и любовался. Но нетерпливый водитель уже сигналит. Нас ждут в деревне Ширяева, Самарской губернии. КОНЕЦ КОНЕЦ